До пяти лет тюрьмы за проявление так называемой русофобии в Российской Госдуме разрабатывают новую идеологическую статью. Что именно попадает под эти критерии, пока не определено. Но по словам одного из авторов законопроекта, русофобия могут считаться, например, высказывания людей, признанных в России иностранными агентами, или тех, кто позволяет себе открыто выступать за победу Украины в развязанной Москвой войне. Подробности далее в нашем материале. Новая уголовная статья за русофобию пока еще только разрабатывается депутатами Госдумы. Об этом пишет издание «Верстка», сотрудники которого пообщались с одним из авторов законопроекта, депутатом из партии ЛДПР. Сама формулировка русофобия достаточно размыта. Что именно под нее подпадает, пока депутаты окончательно не определились, пишет Верстка. Но на самом деле под эту статью может попасть все, что угодно. Русофобия и российские власти называют самые разные явления. К примеру, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский счел ее увольнение всех выпускников МГИМО польским МИДом. Он говорит о литовском ведомстве, но на самом деле история произошла в Польше. Президент Владимир Путин в ходе выступления 9 мая назвал русофобию идеологией превосходства западных глобалистских элит. Русофобией признали и выступление украинского артиста Андрея Данилко, Верки Сердючки, который спел «Раша Гудбай» вместо «Лаша Тумбай» из материалов российских СМИ. По русофобии в законопроекте будут пониматься действия и высказывания, направленные против российских граждан и угрожающей национальной безопасности. То есть фактически привлечь к ответственности можно будет за любое негативное высказывание о России. По данным издания, законопроект точно будет принят в той или иной редакции, поскольку идея уже одобрена и утверждена в Кремле. Российские власти называют законопроект важным и своевременным. Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию. Татьяна Маскалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, комментарии для РБК. Если инициатива депутатов будет поддержана, наказанием за русофобию станут штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Либо лишение свободы на срок до 5 лет, либо запрет занимать определенные должности, либо принудительные работы. Считается, что в первую очередь статья будет использоваться для наказания за нарушение прав россиян за рубежом. Но основная задача будущего документа, по мнению экспертов, это запудивание тех россиян, которые выехали за границу. Будут повально заводить дела на людей, которые эмигрировали. Потому что в России, в общем-то, никаких проблем, используя другие законы, нету, власть не испытывает проблем для того, чтобы кого-то посадить, какой-то штраф наложить. Поэтому я думаю, что это вот для тех, кто уехал. Эксперты считают, российская эмиграция – это последний оплот свободомыслия в России. Россияне внутри страны уже и так достаточно запуганы. А вот на людей за границей Кремль праву еще не нашел. Большое влияние сейчас оказывают россияне, находящиеся за границей. И, в общем-то, пока в России не перекрыт интернет, пока у людей существует еще небольшая возможность слышать голос разума, слышать правду, власть будет пытаться заткнуть тех, кто обличает ее. По разным оценкам, из России в последние несколько лет эмигрировало более миллиона человек. Согласно соцопросу аналитического Левада-центра, каждый пятый житель России, а это почти 32 миллиона человек, хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. Богдан Максвец, Инкита Бабенко для телеканала Freedom.